Аресты калабрийской мафии, действия Международного уголовного суда против сионистских лидеров означают гибель хазарской мафии. Арест 334 гангстеров из базирующейся в Калабрии мафии Индрангета и разбирательство Международного уголовного суда, МУС, против Израиля означает, что сеть хазарской мафии становится все теснее. Колеса правосудия медленно болтаются. МУС преследует в судебном порядке израильские военные преступления в Палестине через пять лет, что может привести к аресту и другим военным преступлениям в Сираке, Сич, поскольку Израиль поддерживает ИГИЛ, ДАШ, и крадет сирийскую иракскую нефть, говорят источники в Пентагоне. Источники обещают, что скоро спецназ США будет охотиться на сионистских военных преступников, где бы они не пытались спрятаться на этой планете. Между тем арест в Италии является прямым ударом по итальянско-швейцарской фракции, которая совершила массовые убийства Фукусимы против Японии, согласно источникам японской военной разведки. Это означает, что мошеннически избранный преступный режим министра преступности Син Цзабея в Японии, наконец, предстанет перед судом, утверждают источники. Ниже мы подробнее рассмотрим об этих событиях, но сначала давайте посмотрим на другие крупные шаги, происходящие по всему миру. Самой большой историей, как обычно, остаются продолжающиеся переговоры о банкротстве корпоративного правительства США. Корпоративное американское правительство существует из рук руки, неделя за неделей, месяц за месяцем. Это не является устойчивым и в какой-то момент должно быть сброшено, говорят источники в британской разведке. Вот почему президент США Дональд Трамп будет присутствовать на ежегодном собрании мировой элиты в Давосе 21 января, чтобы попытаться договориться о финансировании, чтобы его режим не выходил за крайний срок выплат 31 января, сообщают источники в европейской королевской семье. Помните, в начале этого года Трамп пропустил Давос, прежде чем сдаться и нанять сионистов-неоконсерваторов после 35-дневного частичного закрытия правительства. Давайте посмотрим, что элита Давоса пытается заставить Трампа сделать это в обмен на увеличение долга. С этим связаны переговоры о банкротстве ООН, говорят европейские королевские источники. ООН является частной корпорацией, зарегистрированной в Калифорнии и принадлежащей семье Ротшильдов через Лут и Струст, говорят источники. Ротшильды делают все, что в их силах, чтобы вся их шаткая структура ООН, США, МВФ, Всемирного банка, БМЭ шла гигантским круговым рывком. Количественное смягчение, принадлежащее частной центральной банковской монополии, принадлежащее Ротшильду, это еще одно слово для выкупа, искусственно поддерживающего обрушившийся рынок, объясняют европейские королевские особи. Признаком, что это неустойчиво, является тот факт, что банки взимают с физических лиц все более высокие процентные ставки, даже когда ФРБ дает банкам все более дешевые деньги. Однако, несмотря на поддержку сионистских пропагандистских СМИ, реальная экономика ухудшается, поэтому все больше дорогих кредитов реальным людям портится. Возможно, именно поэтому 19 декабря дочерняя компания Всемирного банка Ротшильда предупредила о худшем долговом кризисе за последние 50 лет. В формирующаяся и развивающаяся экономика это по величине наиболее быстро в 50 года. Между тем, их американская корпорация была поймана на лжи о золотых запасах, в то время как их флагманская корпорация Гленчорича Мадитес столкнулась с множеством уголовных расследований и судебных процессов. С этим связана на прошлой неделе перестрелка в штабе ФСБ, бывшего КГБ, в результате которой погибли два агента ФСБ. Официальные российские новости утверждают, что нападение было совершено одним человеком. Однако наши российские источники говорят, что настоящей целью был Владимир Путин, и атака была проведена девятью.